Всем шлю физкульт привет. В этом видеоуроке давайте познакомимся с такими тегами, которые уже занимаются оформлением текста. Это такие теги, которые делают его жирным, курсивом, подчеркнутым. Эти теги сейчас довольно широко используются, но идет все к тому, что вроде бы как и они тоже скоро начнут устаревать. Так как сейчас HTML отвечает только за создание структуры страницы, а за оформление уже все делает технологией CSS. В том числе и жирность текста придает, и курсив. Все это делается уже через CSS. Но так или иначе давайте изучим эти теги. Например, они сейчас широко используются SEOшниками, которые выделяют ключевые слова текста, по которым продвигают определенный запрос. Они рекомендуют выделять это все в жирный текст. Вот как у меня статья, например, называется «Жирный текст в HTML». И вот было бы неплохо, если бы где-нибудь в самом тексте выделить это ключевое слово «Жирным». Вот как здесь вот у меня «Жирным» выделено. И есть еще место, где я уже это слово выделил курсивом. Более подробно вы про эти теги можете почитать у меня на блоге, как раз вот в этой статье. Во-первых, у нас есть наш тестовый сайт, который мы разрабатываем на локальном сервере. Учимся HTML на нем. И давайте здесь в тексте где-нибудь выделим какое-нибудь слово или предложение жирным текстом. Ну вот, давайте слово вот это вот «Обойтись без них» выделим жирным. Переходим в HTML-код, ищем это слово «Обойтись без них». И давайте заключим его «TextStrong». За жирность у нас отвечает «TextStrong». Он парный, мы его закрываем в конце. Все, сохраняем. Наше предложение «Обойтись без них» выделилось жирным. Теперь посмотрим, как текст выделяется уже курсивом. Ну, к примеру, вот выделим вот этот текстовый участок. Я буду стараться. Давайте выделим его курсивом. За курсив у нас отвечает «Teg EM». «ЕМ». Вот я закрыл «Teg EM». «Notepad++» это дело сохранил. И обновил. Вот. Я буду стараться. У нас выделилось уже курсивом. Хотел бы еще заметить тот факт, чтобы вы вот эти вот форматирующие теги всегда делали внутри абзаца. То есть, уже вот сам абзац заключать в эти теги форматирующие уже нельзя. Вы уже не пройдете тогда эту валидацию. Да и вообще так не принято. Потому что вот эти вот теги, там «Strong», «ЕМ», они считаются как бы встроенными элементами. Их лучше всего делать уже внутри «TGP». Так. Еще вот могу вам сказать, что эти теги можно использовать уже одновременно. Вот, например, слово «Успехов вам». Да? Давайте мы его сделаем курсивом и жирным. То есть, «Strong» и «ЕМ» мы сразу его сейчас заключим. Вот. Это слово «Успехов вам» будет у нас уже одновременно и жирным, и курсивом. Вот, видите. Теперь не помешает еще нам узнать про старые аналоги этих тегов. То есть, были такие поздние версии HTML, там «1», «2», где вместо этих тегов уже были другие. Это такие теги, как «TGP». Сейчас вместо тега «B» уже используется «TG Strong», но раньше вместо этого тега был просто «TGP». А вместо курсива использовался «TGP». Ну, у нас сейчас версия HTML переходная, «Transitional». В этой версии эти теги все равно, по-моему, работать будут. Давайте вот это слово «Здесь» заключим в тег «B». И посмотрим, будет ли у нас это слово «Здесь» жирным. Да, оно у нас стало жирным. И тег «И» тоже, наверное, скорее всего, он у нас заработает. Это происходит потому, что у нас версия переходная, а в переходной версии работают как старые теги, так и новые. Тег «И». Это такие он тоже будет благополучно работать. Так, где тут у нас... Вот, видите, вот я выделил это слово «Обучаться», оно у нас курсивом. Все благополучно работает. И давайте я сейчас вам покажу еще один тег, который делает слова уже подчеркнутыми. Это тег «У». Давайте вот этот участок текста по полезным занятиям выделим уже тег «У». Вот я его открыл, и в конце я его сейчас закрою. Вот, видите, вот это вот два слова «Полезным занятием» уже стало подчеркнутым. Иногда этот тег пригождается. Вот, наверное, и все форматирующие теги, о которых я хотел вам поведать в этом уроке. А пока что мы будем закругляться. Ну, могу добавить, чтобы вы подписывались на обновление моего блога через Smart Responder, вот здесь вот, или через FitBurner. Тогда к вам на e-mail будет приходить оповещение о том, что у меня появились тут новые видеоуроки, которые вам, скорее всего, будут полезны. Ну, все. До новых встреч.